В его жизни три стихии. Осетия, архитектура и фотография. Благодаря его работам Гурзуф, Ялта, Владикавказ и Беслан стали городами-побратимами. Герой нашей программы заслуженный архитектор Республики Крым Валерий Савлаев. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в выпуске мы расскажем, как научиться видеть красоту в повседневном мире, вспомним начало дружественных отношений двух республик. Люди готовы были все отдать, готовы в душу, все, что можно было, и это невозможно забыть. Затронем трагические события в Беслане и окунемся в архитектурный мир южного берега Крыма. Валерий Николаевич, я знаю, что в свое время вы были главным архитектором Гурзуфа. И вот эта улица, по которой мы сейчас идем, она имеет такой вид благодаря вам. Расскажите, как это было? Что здесь изменилось? Да, это так. Я очень люблю Гурзуф, но это было общеблагоустройство территории, вот это Гурзуф, все улицы Ленинградской. И я хочу, да, я участвовал, непосредственно участвовал в проектировании, но я хочу отметить и Гамаля Виктора, я тогда был головой города Гурзуфа, вот, и который внес огромный вклад, понимаете, что это от руководства очень много зависит. Но я вел непосредственно проектирование в этой улице и контроль, вел контроль по, как это делается. А что изменилось? Начиная отсюда, и полностью фасады, все было изменено. Здесь был асфальт такой, весь, все это было. Вся инженерная инфраструктура была заменена, вот это брекчи, которые камнем облицованы, ну, естественно, фасады. Фасады полностью, даже вот элементы, архитектурные элементы, которые, видите, вот это все, это все что-то новое, которое мы создавали. Вот даже подходы, цветники, вот даже спуск к лестнице, все это абсолютно было сделано. И я каждый день приходил, делал эскизы, зарисовки. Вот, и Андрей Сафонов, компьютерщик, вместе с ним сидели, постоянно проектировали, делали. И я очень благодарен Шевченко, который занимался непосредственно строительными работами. И вот это все улицу мы сделали полностью. Я как-то был в Праге, и там увидел золотую улечку такую. И я захотел, вот чтобы такая же улечка появилась здесь. И я думаю, что это получилось у нас. Это любимая улица, и очень любят его люди, и те, кто приезжают сюда. Да, даже мы делали, вот многое изменилось за это время, но даже вот на стенах мы делали открытые такие вернисажи, выставки художественных работ. Вот, поэтому я очень люблю, и хоть пока меня здесь не было, то многое поменялось. Сейчас опять излишняя реклама тоже появилась большая. Это все должно будет контролироваться, регулироваться, да, потому что реклама должна быть не больше, чем само здание. В 2014-м было подписано соглашение между Республикой Крым и Северной Осетии. И этот процесс произошел благодаря, это таки, вам. Как это проходило, какие были сложности, и сейчас какое взаимоотношение между Северной Осетией и Крымом? Общественная организация наша, которая, как Дружба народов, Диаспора, мы написали обращение о поддержке правительства нашего, проведения референдума. И мне даже звонили с Киева, оттуда, почему вы что, против Украины? Я говорю, нет, я не против Украины, нет, но я говорю, за свободное воле и заявление народа. И мы такое обращение написали, мы знаем, что никогда не было такой активности при проведении референдума. И постоянно была связь с Северной Осетией, по скайпу, заседало правительство, с президентом. И все время общение было, мы чувствовали какое-то беспокойство за нас. И все время обсуждался там, митинги были, многотысячные митинги были в Северной Осетии. А сейчас какие отношения поддерживаются между Осетией и Крымом? Мы поддерживаем отношения, да, в прошлом году были проведены дни культуры в Крыму. Приезжал государственный ансамбль, приезжал глава республики Северная Осетия. Очень тесные связи. А планов еще у нас больше, чтобы взаимодействовать. То, о чем я говорил, о том, что соглашения, они способствуют этому. Я думаю, мы должны еще в тесне, потому что для нас Крым – это не просто, это история нашего народа. Наши предки были Аланами, и вот до 13 века, до 13 века Аланами жили здесь. Поэтому эта земля для нас очень много значит и очень близко для каждого осетина. Валерий Савлаев родился в 1950-м в Северной Осетии. С отличием окончил художественно-графическое отделение от Женикидевского педагогического училища. В 1984-м по приглашению Ялтинского горисполкома переехал на работу в курортную столицу Крыма. В 2014-м году указом главы республики был назначен начальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором Алушты. Представитель Республики Северная Осетия Аланья в Крыму. Председатель Ялтинской культурно-просветительской общественной организации «Дружба народов». Вы родились в селе Эльхотово в Северной Осетии. Да. Какой была Осетия в период вашего детства, молодости? Это была какая-то единая страна, республика. И не было деления ни по каким национальностям, по вероисповеданию. Вот там жили и мусульмане, и христиане, и русские. Кого только там не было. Но у нас, вот я помню, в школе понятия не было, что такое национальность. Мы жили все вместе. Делили кусок хлеба, двери не закрывали. Всегда очень дружелюбно. Праздновали все праздники совместные. Я закончил второй курс Академии художеств. Приехал такой весь день, лонг-крим-блен, такой крутой, такой, знаешь, вот. И был во Владикавказ, ехал там на автобусе в Эльхотово. Автобус уже отправлялся, но я успел, запрыгнул и смотрю, когда увидел, присмотрелся, там сидит какая-то девушка. Вот, она такая, раз, и мне она сразу как-то, раз, и я ближе, ближе. Она вот так один раз, как, знаете, вот забрала, это бывает, вот так, шух, открыла глаза один раз. И больше на меня, вот, и, вот. И я вот с этого момента, я вот как-то 6 лет охотился за ней. Все равно достиг сели. Именно со школьного возраста у вас пошло увлечение к фотографиям. Да, у меня, знаете, вот как-то приехал, у меня военный был дядя, и я тогда это был фотолюбитель такой привел, он привез фотолюбитель, я смотрел, что это такое, камера какая-то. И мы залезали в шифоньер там, я говорю, покажи, как это делается, залезали в шифоньер там, перекручивали, проявляли пленки это было. И вот с того времени у меня пошло увлечение фотографией. И это, несмотря на то, что на мою профессию, все равно это как бы хобби, но хобби такое, очень серьезное. Потому что я не представляю себя без фотоаппарата, чтобы я как-то, если бы без фотоаппарата, я себя даже неуютно чувствую. Вот бывают даже ситуации, едешь на работу и опаздываешь, Валера меня подвозил часто, и вдруг он останавливается посреди дороги, выбегает с фотоаппаратом, начинает фотографировать, я ему кричу, мы опаздываем. Он говорит, ты посмотри, какое состояние. Как прошла для вас служба в военно-морском флоте СССР? Ну, я поступил учиться на художественное графическое отделение, педагогическое училище в городе Владикавказе, тогда Роженикидзе было. Я после второго курса, меня призвали на, ну, довольно интересно это было, вот, и призвали, вообще-то, морскую авиацию. Морскую авиацию, с нами ехали, я даже не знал, куда я ехал, вот, в поезде. И ехали моряки, бывшие подводники, ну, они уже такие, море-мане сидят, такие все. Ну, когда мы пришли уже в пункт назначения, у нас вы построили, говорят, товарищи-призывники, говорят, набираем отряд для службы на подводных лодках, кто хочет вступить, ну, кто добровольно хочет стать подводником. А я подружился уже с одним товарищем, я сделал шаг, когда я сделал шаг, он меня опять затащил назад, я говорю, ты что, три года служить, я говорю, подводником, куда ты лезешь? Я говорю, ну, стою, потом опять построили нас, вот, и говорят, кто еще раз не набрали команду, кто хочет еще раз выйти, сделать шаг вперед. Я опять сделал шаг вперед, и он махнул на меня, и я тогда вот первый раз я прошел в барокамеру, почему бы многие не прошли, потому что давление, все когда-то, проверка состояния здоровья. И я стал подводником. Ну, я считаю, что служба на подводной лодке, это становление меня, вот, если я сравниваю, допустим, каким я был до службы, это становление как мужчины. Это, знаете, когда проходишь эту школу, когда понимаешь, что это дружба, что такое отдельная команда, что это, от одного человека зависит судьба всего экипажа. Вот это ответственность, она, я ни капли не жалею, иногда даже жалею, что не остался служить, потому что я закончил лейтенантом. Будучи на срочной службе, я закончил службу, меня послали на курсы, четыре раза был в отпуске, очень хорошо служил, вот, и я же говорю, иногда я жалею, что не остался на службе на подводной лодках. 1984 год. Вы переезжаете в Крым, в Северной Осетии, но я так думаю, что весь этот процесс не был для вас сложным, потому что ваша супруга, она с трех лет здесь проживала, и сейчас она является заслуженным врачом Республики Крым. Расскажите, как это было, что помните? После окончания Академии художеств, я после флота вернулся на учебу в педучилище опять, закончил с отличием, потом поступил в Академию художеств, получил специальность архитектора-художника. Вот там тоже очень интересно было, когда очень большой был конкурс, и мне ребята говорят, ты давай, пока поступи на архитектуру, а на следующий год переведи сам уже, говорят, я хотел быть графиком. Вот, потом на графический переведился, но когда я увидел, что, понял, что такое архитектура, и увидел, да, хотя мало знал до этого, но я никуда не перевелся и закончил факультет архитектуры. И потом был приглашен, поработал во Владикавказе архитект в институте проектном, а потом же был приглашен Ялтинский госполком на должность начальника отдела планировки и застройки. Вот уже 35 лет я здесь, вот половина жизни. Валерий Савлаев – заслуженный архитектор Республики Крым, член творческих союзов архитекторов, журналистов и фотохудожников, почетный гражданин города Беслан. На протяжении 10 лет, с самого первого дня трагедии, являлся координатором и меценатом программы по реабилитации и помощи пострадавшим детям Бесланской школы номер один. Бесланская трагедия, которой, ну, я думаю, что ни одного нормального человека нет, у которого это с болью не отозвалось бы вот эта трагедия. Правда, что более тысячи детей прошли реабилитацию именно благодаря вашей помощи? Ну, мое участие, конечно, но мы, я потом уже 10 лет приглашал детей и Ялтинский горосполком. Я очень благодарен тем всем, всем, кто поддерживал. Ни одного человека не было, чтобы вот были какие-то вопросы, надо поехать туда. Это же не просто там 20 человек, я всегда вот по 20 человек набирал команду, ну, приглашал. А первый, когда приезд был, это в 2004 году, сразу после трагедии, после трагедии. Вы в тот же год нам были? В тот же год, в тот же год приехало 600 человек. Знаете, вот люди вот готовы были все отдать, готовы в душу, вот, все, что можно было, да, и вот это невозможно забыть. У вас двое детей и ваша дочь, насколько я знаю, она пошла по вашим стопам. Расскажите, это отец повлиял на ваш выбор? Я, наверное, даже не выбирала, потому что я родилась уже в такой атмосфере творческой. И я помню еще маленьким ребенком, я просыпалась ночью, видела свет на кухне, проходила туда и вижу папа чертит. И я думаю, ну, ладно, помогу. И я остановилась рядом, помню, делала отмывку гор. Это то, что мы проходили на втором курсе, то есть отмывка. И для меня это уже было само собой, то есть я уже знала, что будет мне 16, что я буду поступать. И все было очень понятно. Там всю жизнь мы с папой обсуждаем все здания, городостроительные какие-то вопросы. То есть это он никогда не отличал, не делал такую разницу между вот я архитектор, а вот ребенок. Я всегда в этой среде была человеком, с которым он, чье мнение он и читал, соответственно, я не могла подвести. А вы больше фотохудожник или архитектор сегодня? Художник, архитектор и дизайнер интерьера. У меня три линии. Направление. И все вот одновременно развиваются, да? Да, собственно, как у папы. А расскажите вашу первую работу, допустим, вот в сфере фотохудожества. Как вот оценил отец ее? Вы помните реакцию? Ну, именно в фотографии это у нас Алан пошел по этой стопе. Это ваш брат? Мой брат, да. Вот он именно занимается фотографией. Да, вот он. А я как бы ушла в живопись. Мне очень нравится живопись, поэтому мы так немного с братом разделились. С самого маленького возраста, как только Нина научилась сидеть, Валера начал давать ей краски, карандаши, кисточки, бумагу. И вот она даже еще разговаривать толком не умела, а уже рисовала. Причем поначалу она все разливала, все было в красках с ног до головы. И он, не трогай, пусть рисует, не мешай ей. И вот это творчество, конечно, доставляло немалые проблемы, хлопоты. И то же самое Алан оказалось. Но Алан больше был склонен к технике. Причем, вот я удивляюсь Валериному терпению, он никогда в жизни его не ругал. Хотя Алан проявлял жуткий интерес ко всему вообще, к электронике, к технике. Все, что было в доме, он все разобрал. Да, начиная с часов наручных и заканчивая папиной машиной, все было разобрано. Но он собирал. Да, собирал, правда, не все. Детальки лишние оставляли. Бывала новая вещь, вот еще в упаковке, только вытащит Валера, он сразу же раз-раз покрутил, разобрал и должен посмотреть, из чего это состоит. А еще бывали случаи, Валера на перерыв приедет пообедать, и пока он ест, Алан уже полмашины разобрал. Выглядывает с окна. Ты что? Мне сейчас через 15 минут на работе надо быть. Он говорит, не волнуйся, не волнуйся, я сейчас все соберу. Это уже подростком он был. Ну, смысла, наверное, не было их привлекать в медицину, потому что вот с детства они уже привлекали, даже не пытались. Нет, тут явно было видно папина все. Финетика папина. Да, и даже они наоборот. Вот ты со своими микробами, у тебя есть микроб на голове. Он может кусок металла превратить в настоящий шедевр. Мы расскажем, что стоит за ювелирной работой и каким изделием заслуженный художник Республики Крым, Мехти Исламов, будет покорять Европу. Я с детства знал, что я буду художником, причем был очень амбициозным мальчиком, поэтому относился всегда так. Меня отец с детства учил и говорил, что если ты занимаешься чем-то, то будь первым в том деле, в котором ты занимаешься. Поэтому старайся, стремись, то есть не бойся амбиций. Поэтому я всегда думал о том, что если быть художником, то после себя оставить как минимум что-то. Требование для каждого ювелира – никогда не расслабляться. Почему? Потому что если ты застаиваешься какой-то хотя бы короткий промежуток времени, застаиваешься как мастер, как художник, и ты перестаешь расти, то ты начинаешь умирать. То есть процесс вот такого вот, скажем, состояния между его не бывает. То есть оно обязательно или ты растешь, или ты откатываешься вниз. То есть нельзя в искусстве встать на одну планку и находиться там какое-то время на этой планке, ничего не делая, нет. Поэтому всегда надо ставить перед собой задачу каких-то вот серьезных произведений для того, чтобы каждый раз расти, то есть каждый раз подниматься на определенную ступень. И эта задача, наверное, самая главная и самая ценная, потому что ты ставишь ее сам себе. Мехти Исламов родился в 1969 году в Фергане Узбекской ССР. В 1987 с дипломного курса училища искусств ушел в ряды вооруженных сил. Служил в ракетных войсках за Усть-Илимском. В Крым вернулся 20-летним юношей. В 1990 году окончил Крымское художественное училище имени Самокчиша в Симферополе. Главным наставником для начинающего ювелира был Сергей Шихатов, обучавший старинным техникам крымско-татарской филиграни. Несколько лет тому назад я, наверное, подошел к тому, что у меня родилась внутри, где-то в душе концепция того произведения, которое я сегодня продемонстрирую. Вы действительно первые, кто увидит его, это абсолютно эксклюзивно. Почему? Потому что создавался непосредственно предмет в течение года, даже больше, наверное, по времени. До этого еще какое-то время он вынашивался. То есть у него есть интересная предыстория. Дело в том, что это фруктовый набор. Фруктовый набор – это символ не только семейный. У нас у крымских татар фруктовые наборы – это был такой предмет статусный. Один нож из этого фруктового набора, фруктовый нож, он чудом сохранился. А бабушка, когда мне рассказывала эту историю, она даже сама не понимала, каким образом он попал в ту котомку, которую они успели собрать при депортации. Для меня эта история была такая, знаете, настолько личностная, настолько она сильно трогала мое сердце. И я всегда хотел воссоздать такой набор. Он как символ, наверное, и возрождения одновременно, да, и как такой предмет искусства. Фруктовый набор представляет из себя стилизованную грушу на такой ажурной подставке и шести фруктовых ножей. В этом предмете механическое вращение самой груши относительно своей подставки – это первая такая вот механика. И вторая – это интересный момент фиксации этих ножей. Почему? Потому что я, когда думал о концепции этого предмета, я думал о том, что хорошо было бы, чтобы эти ножи нельзя было просто так вынуть из груши. Ну, то есть это и с точки зрения безопасности для того, чтобы вдруг там, да, дети или кто-то несанкционированно не сделали это. И в этом есть такая своеобразная изюминка, когда вот в таких предметах есть какие-то секреты, да. Это уже такая традиция, которая, наверное, наиболее ярко была воплощена в жизнь величайшим мастером Карлом Фаберже, который делал серию таких вот пасхальных яиц с секретами, с какими-то механизмами и так далее. Вот. А я всегда очень сильно вдохновлялся его творчеством. Для меня это, наверное, самый выдающийся мастер при всем уважении к другим мэтрам мирового ювелирного искусства. И поэтому я тоже постарался сделать такую сложную механику, фиксацию. То есть эти ножи фруктовые, их невозможно достать из груши, то есть пока не приведешь механизм, это верхняя кнопочка, при нажатии которой открывается и нож вынимается. Мама ювелира Гуляверди Герменджа, первая солистка ансамбля «Хайтарма» в Ташкенте, отец Мустафа Исламов был преподавателем. Мехти Исламов создал собственную ювелирную фабрику. Творчеством занимается уже третье поколение художников. Старший сын из девяти детей пошел по стопам отца. Мехти Исламов – первый крымчанин, удостоенный ордена Карла Фаберже – почетный ювелир мусульманского мира. Для меня, как для ювелира, как для художника, это на самом деле большая честь, что Международный мемориальный фонд обратил на меня внимание. Они занимаются мониторингом ювелиров по всему миру. У мемориального фонда в капитуле орденов есть много орденов. Это большой и малый орден Михаила Перхина, это орден придворный ювелир. Это не только орден Карла Фаберже. Орден Карла Фаберже – это, скажем, самый значимый, самый авторитетный, самый высокий орден, отличие. Есть лауреаты третьей степени, есть лауреаты двух степеней, есть полные кавалеры. Вот как раз-таки о тех восьми людях в мире, вы говорили, это полные кавалеры этого ордена. И я являюсь полным кавалером ордена Карла Фаберже. Как для ювелира это и честь, и действительно, ну, свидетельство, признание. Для меня вдохновение – абсолютно естественный процесс. Я считаю, что для настоящего художника его музой является вся среда, которая окружает его, и изнутри, и снаружи.